В Минтруде пояснили снижение размера прожиточного минимума, говорят, я это не придумал, обратите внимание, картофель и овощи стали стоить дешевле, а поэтому нужно снизить прожиточный минимум, так как картошка это значительная часть продуктового набора потребительской корзины. Можете себе представить, открыто такое говорят, что люди сидят на картошке, я помню, очень близкий знакомый мой рассказывал, как он встретил в Норильском лагере, ну еще в сталинское время, карандаша, помните карандаша? Я за что купил, за то и продаю, что он там был в этом лагере с карандашом, это 100%, но сказал ли карандаш правду или может быть это анекдот, я не знаю. Когда спросил, он за счет и тут так приехал в Норильск, тот ответил, что поставил такой номер в цирке в московском, что он сидит на мешке, выходит конферансьет и говорит, слышь, карандаш, а ты что тут делаешь? Он говорит, сижу, а на чем ты сидишь? Он говорит, на картошке, а зачем ты на картошке сидишь? Он говорит, вся Россия, ну вся Москва, он там сказал, вся Москва на картошке сидит. Ну после этого он сел в Норильск, ну недолго там как раз и Русланова сидела и вот карандаш, они там сидели вместе, этот человек мне про это рассказывал, он общался с ними, кстати с Руслановой были отношения после этого такие, ну весь недружеские, то по крайней мере общались они вот. Вот и я к чему это рассказал, что тогда даже это было стыдно, в сталинское время, после войны, а сейчас вот не стыдно ни хера, тогда за это, это было, но говорить про это было нельзя, а сейчас говорят открыто как о подвиге, это же подвиг у них, они на этом основании снижают цену, можете себе представить, это то, что я говорил, вот были либералы ельцинские, они говорят, да мы говно, воры там туда-сюда, ну было бы еще хуже, были бы коммунисты, был бы там, и всегда говорили, что худший вариант возможен, а эти суки расскажут, что это самый лучший вариант, что вообще хуже, лучше представить ничего невозможно, все остальное хуже их, вот кто бы не пришел, чего бы не было, будет хуже. И при этом говорят, на картошке вы сидите, так это же классно, мы вам еще и цену проживочный минимум скинем, просто. Это вот безнаказанность полная, я вам как криминолог официально заявляю, это полнейшая безнаказанность, которая приведет к тому, что вас просто будут без суда и следствия убивать и говорить, что так и было. И что это самый лучший вариант. Сейчас уже это производят и рассказывают, что люди террористы и так далее, а будет еще хуже. Карандаш, это Шуйдин, нет, вы что, Шуйдин с Никулиным выступал, а карандаш, как его фамилии, сейчас вспомню, погуглите. Шуйдин, нет, Шуйдин, карандаш с этой, с собачкой, как она у меня называлась, такой, усатенький. Ну, тоже одетый, как Чарль Чаплин. Михаил Рубянцев, да, собака с коч-терьер, точно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok